О том, почему американские следы отслеживаются везде и какую игру затеял Вашингтон на Южном Кавказе, руками Еревана, обсудим с гостем. У нас в студии политический обозреватель Теймур Атаев. Теймур Атаев, здравствуйте. Добрый день. Ну вот, в первую очередь, хотелось бы узнать у вас, почему страна, которая находится в десятках тысяч километрах, в десяти тысяч километрах от Азербайджана, от региона, в целом пытается затеять какую-то игру и устраивает провокации, занимается подрывной деятельностью на Южном Кавказе? Ну, это же не первый раз и не первый год, это, так скажем, стандартный пакет, и Баку к этому привык уже не одно десятилетие. Мы так и живем, спокойно, так скажем, наблюдаем за это, потому что государство готовое. Президент Азербайджана Альхам Алиев в одном из выступлений на международном форуме говорил, что мы знаем, что это будет продолжаться, мы готовы, что со стороны отдельных стран Евросоюза, что со стороны Соединенных Штатов. Периодически это возникает, естественно, геополитические интересы сейчас очень большие у мировых государств в отношении нашего региона, и я бы даже не рассматривал отдельно вообще ситуацию по Азербайджану и по Грузии. Потому что вот буквально последние дни, но если обратить внимание, этот транспортный грузовой самолет, который прибыл в Звардноц, и прибыл буквально через два дня после того, как пограничники российские оттуда вышли. И с другой стороны, вот сейчас мы видим, там с 9 числа в Тбилиси находились конгрессмены и сенаторы Соединенных Штатов. Тоже такие же провокационные выступления под крылышком и под, скажем, внешним эффектом фраз о демократии, о правах человека и так далее. То есть речь идет о попытках дестабилизации на Южном Кавказе, это вполне понятно. Здесь же вопрос в чем, как говорится, если там классик сказал, да, если оружие есть, оно выстрелит, допустим, если висит на сцене, оно выстрелит в третьем акте. То есть факт, что здесь нашпиговывается оружие, здесь нашпиговывается личный состав, который под прикрытием форм армянской армии или в составе вот этого личного, который прилетел 2-3 августа, там лица и славянской национальности, на самом деле это американцы, просто вот обработали. И самое главное, что дезавуировали в посольстве Соединенных Статов, что это не происходит, что 24 июля завершились учения между Арменией и Азербайджаном. На самом деле ответ на то, что кто прилетел 2-3, что есть кадры, так-то не прозвучало. Да, комментариев действительно не было, и ни посольство США в Ереване, ни посольство США в Ереване ответило, вот как вы и сказали, о том, что это были учения, а посольство США в Азербайджане все еще молчит, и не было ответа. Ну вот есть также еще и вопрос по поводу Бангладеша, ведь бывшая премьер-министр Бангладеш обвинила США в том, что в беспорядке, который начались в стране, ее отставка связана напрямую вот именно с Соединенными Штатами Америки. Что когда Бангладеш отказал США в создании военной базы на острове Сен-Мартин, вот после этого и произошла и отставка, и вот те самые беспорядки, которые начались в стране. Вот можно ли сказать, что вместо решения внутриполитических проблем США пытается внешнеполитическими своими действиями отвлечь народ от созданных проблем? Ну конечно, здесь можно говорить, что в преддверии выборов ноябрьских идет попытка через международные рельсы получить добро электората и на голоса, которые должны будут сыграть осенью нынешнего года. А здесь даже можно опять-таки глубже смотреть. Вот обратите внимание, ведь речь идет о том, что произошла смена власти. Переворот. Одни говорят переворот, а скажем Евросоюз и Соединенные Штаты говорят, что демократический формат перехода власти. Хотя военные пришли. Военные пришли, объявили, что будет временное правительство. Мы, говорит, господин Буррель, великий поборник прав человека, так сказать. Он говорит, мы приняли к сведению сказанное военными и будем ждать дальнейших решений. Но сейчас пришла очень разношерстная публика в Бангладеше к временному правительству. С другой стороны, ведь отвергла со стороны пресс-службы Белого дома информацию о том, что... Как сказали, просто я хочу точно выразиться, что это, говорит, абсолютная ложь информации о том, что Соединенные Штаты причастны к событиям, которые имели место в Бангладеше. На самом деле уже прошла информация. Есть такой остров Сен-Мартен, это Бенгальский залив, который под контролем Бангладеша. И там речь шла о том, что американцы предлагали создать военную базу. То есть фактически Бангладеш должен был отказаться от суверенитета, передать права на этот Бенгальский залив американской стороне. И так сказать, встать в сторону, и чтобы там вот было нашпиговано. Фактически как в Армении. То есть если Армения просто, она становится в сторону, практически открывает двери со всех сторон, заходите все, кому не лень, Евросоюз и Соединенные Штаты, нет проблем. Вот в Бангладеше это не произошло. Вот результат переворота. Обратите внимание, опять вот эта тема прав человека, демократические принципы. Мы соблюдаем и называем, что власть народа, вот народ сделал свой выбор в Бангладеше. Вот ситуация, которая вот черным по белому все здесь видно однозначно. Ну, Теймур, и такой финальный вопрос. Насчет Баку вы уже ответили, вы сказали, что Баку был готов к таким подрывным деструктивным действиям США. Ну, вот почему нет ответа от Ирана? Стоит ли вообще ожидать от Ирана какой-то ответ с этим событием? Я сейчас говорю именно про высадку военных, про то, что самолет военный в США есть уже, фотографии, доказательства, что самолет есть прибыл, и там была выгрузка военной техники. Почему нет ответа от Ирана? Вы знаете, сейчас геополитика, она очень интересно развивается, мировая. Сейчас все дело в риторике. Очень много риторики. То есть шагов меньше, чем риторики. Риторика может быть воинственная, миролюбивая, права человека во главе и так далее. Реакция, ну, посмотрите, если брать реакцию иранской стороны. Вот ситуация с Хамасом. То же самое. Вот мы ответим, но тогда, когда посчитаем нужным. Ноль внимания. Разгружается здесь грузовой самолет. Люди в формах. Ну, неужели не видят это иранцы? Прекрасно видят. Тем более там оружие, которое должно отслеживать траекторию ракет, которые будут выпускаться со стороны Ирана. То есть прекрасно в курсе. Где? Я думаю, что через какой-то период мы услышим какой-то, может быть, невразумительный такой ответ. Потому что, например, посольство Ирана в Армении, ну, очень активно, когда дело касается каких-то антиазербайджанских высказаний. А то, что официальная позиция Тегерана, что никто, за исключением прикаспийских государств, не должен находиться на этой территории. Только вот эти шесть стран, там три плюс три, вот мы за это, а если что, мы, так сказать, грузью станем на защиту интересов Ирана. В реалии мы видим, что за исключением вот этой вот риторики каких-то действий нет. Хотя, как мы помним, все время были моменты, связанные с продвижением азербайджанской армии по дооккупации своих исконных территорий. Какое-то вызывало негативную реакцию в том же Тегеране. Так что подождем, как ответят. Во всяком случае, сейчас у них там несколько направлений в Тегеране, и по Ближнему Востоку, и по Южному Кавказу. То есть, наверное, какая-то реакция рано или поздно последует. Ну, посмотрим, что будет стоять уже в этот раз за этой риторикой. Ну, а пока что, что есть, то есть. Спасибо большое, Терман, за то, что были у нас в гостях. У нас в студии был политический обозреватель Теймур Атаев.